Под прошлым обзором Deluxe M700, который вышел почти что уже полгода назад, я все чаще стал замечать комментарии по типу, мол, Сеня, тебе просто не занесли денег и поэтому ты захейтил мышку, либо, Сеня, у тебя просто попался обракованный экземпляр. На самом деле все оказалось куда прозаичнее, ведь Deluxe выпустили просто обновленную ревизию этой же мышки. Я всегда стараюсь признавать свои ошибки и неточности и отдельно респектую тем брендам, которые могут сделать то же самое в отношении своих продуктов. Именно поэтому сегодня мы разберем обновленную мышку Deluxe M700 и я вам расскажу про то, что же в ней изменилось. Привет, меня зовут Арсений и ты на канале Игроман. Ну а мы начинаем. Сразу же уточню, что это не полноценный обзор мышки, а лишь проверка фиксов, предыдущих недостатков и краткие итоги. Поэтому перед просмотром этого видео настоятельно рекомендую глянуть полноценный предыдущий обзор. Ну и конечно же начнем с цены, комплекта поставки и скорости доставки. Цена даже после не самого положительного обзора, на удивление, выросла. И сейчас Deluxe M700 стоит от 2 до 2300 рублей. Я же приобрел мышь в январе 2021 года за кровные 1900 рупий. Ну а проверить актуальную стоимость и скидки на эту мышь ты можешь прямо сейчас, просто перейдя по ссылке из описания. Ну и не забывай про лайк и подписку на канал. Я буду тебе очень признателен за это. Доставка же оказалась довольно быстрой, меньше 20 дней до Урала. Комплект поставки тоже незначительно изменился. Теперь в коробке вы можете найти еще и комплект запасных тефлоновых ножек. За это респект. И не будем тянуть кота за хвост и сразу же заглянем вовнутрь. Тут все тоже относительно неплохо, учитывая стоимость в 27 Джорджи Вашингтонов. Сенсор остался прежним. Это топовое решение от PixArt. PixArt PMW 3389. 16000 TPI. 400 IPS. И максимальное ускорение в 50G. Большего для счастья и не нужно. В общем топовый сенсор. По основным микрикам стоит дефолтное решение от Amron на 10 миллионов нажатий. А вот под боковыми кнопками до сих пор стоят дешевые микрики от LXA. Энкодер тут белый, 10-миллиметровый, 24-позиционный от Kail. Отсечки далеко не самые яркие, мягко говоря. Но при этом пользоваться колесом можно. В общем вся начинка осталась прежней. На этом внимание заострять не будем. Логично, что и форма мыши никак не изменилась. Но какой смысл менять то, что и так почти что всем нравилось. Ведь это симметричная мышка под правую руку, так как у нас кнопки боковые находятся только на левой грани. Которая собственно полностью повторяет форму Glorious Model O. Для тех, кто не смотрел предыдущий обзор, кратко объясню. В основном мышь подойдет для средней ладони под ладонный и пальцевый хват. Наиболее удобное расположение пальцев это 1-2-2. Ну и вновь проверим качество сборки при и пост тревел. Касаемо пре-пост тревела и качество сборки ситуация у нас никак не изменилась. По пре-тревелу основные кнопки, то бишь LKM и PKM у нас имеют еле заметный пре-тревел. Порядка 1 мм, что не критично от слова совсем. Сайт тревел у нас также остался, но он тут тоже минимальный. Соответственно если потрясем мышку, то это у нас как раз таки гуляет колесико. Люфт небольшой, совсем еле заметный присутствует, а вот отсечки у нас отсутствуют почти что полностью. То есть банихопить на таком колесе у вас абсолютно не выйдет. По боковым кнопкам нажатие очень глухое. Это первое, что бросается в глаза. Соответственно тактовые микрики дают о себе знать. Пре-тревел почти что отсутствует, пост-тревел порядка 2 мм. Ну и качество сборки. Основная претензия к этой мышке, которая была в прошлой ревизии. Боковые клавиши у нас, как вы слышите и видите, прожимаются. Ну и соответственно спинка тоже прогибается. По сборке и качеству материалов изменений у нас никаких нет. Но опять же не касается это только лишь внешнего вида и цвета. В данном случае мышка у нас в белом исполнении. В общем к сборке до сих пор есть ряд вопросов. Хотя это и не удивительно, ведь строение корпуса и скелета устройства осталось тем же. А вот что изменили, так это кабель. Теперь это легкий паракордовый кабель, который никак не мешает при работе и игре. За это изменение Deluxe также улетает плюс реп. Ножки же остались прежние как по размеру, так и по качеству. Это бюджетный черный тефлон. Вес и весовой баланс также не изменились. В этом плане все отлично. Все те же 70 граммов и хороший весовой баланс. RGB подсветка и все органы управления устройством не претерпели никаких изменений. Хотя по большей части их и не требовалось. Та же ситуация и с софтом. Он никуда не делся. И по итогу можно сказать следующее. Мышь действительно преобразилась. Ведь часть основных недостатков Deluxe заметно пофиксили. Респект за то, что прислушиваются критики. Но стала ли эта мышь идеальна за 2000? Все же еще нет. Хочется увидеть улучшенную сборку и материалы. И наконец-то большие белые тефлоновые ножки. Но теперь эту мышь я вам могу рекомендовать к покупке. Опять же с несколькими но. Если вам нужен топовый сенсор в первую очередь. Хорошая сборка и уже в последнюю очередь хороший кабель. То эта мышка вам действительно понравится. Но опять же имейте ввиду, что сборка у этой мыши осталась на прежнем посредственном уровне. Ну и несколько недочетов здесь также не исправили до сих пор. Ну а в целом наконец-таки эту мышку я вам теперь могу рекомендовать к покупке. Ну а покупать ее или нет решать только лишь вам. Ссылка на нее также есть в описании. Можете прямо сейчас проверить ее актуальную стоимость. Но меня по-прежнему зовут Арсений. И ты был на канале Игроман. Покупай правильные игровые девайсы. И увидимся уже совсем скоро в следующем видео. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...